Вдовство Перепитуи 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 сходить по ней. По бокам лестницы находились разного рода орудия пытки, а внизу у первой ступеньки лежало страшное чудовище, которое грозило пожрать всякого, кто осмелился приблизиться к нему. Она устремляет свои взоры наверх, и там, среди отверстого неба, видит своего брата Сатурра, который в то время еще не был схвачен, но потом добровольно предал себя. Взоры сестры брата, смотревшего вниз, встретились. Перепитуя, я жду тебя, послицает Сатурр, но смотри, чтобы чудовище не повредило тебе. Во имя Господа Иисуса Христа, отвечает Перепитуя, оно не сделает мне никакого вреда. Чудовище, как бы страшась и сходившей по лестнице, медленно и грозно поднимает свою голову. Перепитуя, без малейшего колебания, всходит на первую ступеньку и раздробляет голову врагу. Она поднимается все выше и выше, и, наконец, достигает до самого неба. Здесь перед зернами расстилается на необозримое расстояние сад, посреди которого сидит старец с белыми, как лен, волосами весьма большого роста. На нем была надета одежда пастыря Стат, и он доил своих овец. Вокруг него стояли многие тысячи одетых в белые блестящие одежды. Он обратил на Перепитуя благосклонный взор и сказал «Здравствуй, дочь моя». Затем он позвал ее к себе и подал кусок сыра, приготовленный им самим. Она приняла его с благоговением и стала есть. И все, стоявшие кругом, воскликнули «Аминь». Во время этого восклицания Перепитуя пробуждается, продолжая ощущать невыразимую приятность райского вкушения. Так, подкрепившись свыше, святые мученики во мраке тюрьмы почерпали радость небесную. Но гораздо опаснее и страшнее, чем все лишения заключения, были увещания и просьбы родных язычников, обращенные к исповедникам. Ориген говорит, что мученичество тогда достигает своей вершины, когда нежнейшие просьбы родных соединяются с насилием мучителей для того, чтобы поколебать мужество исповедников. Если мы, говорит он, в продолжении всего времени и испытания не допустили дьяволу внушить нам дух слабости и колебаний, если мы перенесли все ругательства, все мучения от наших противников, все их насмешки и оскорбления, наконец перенесли и сострадания и мольбы наших родных, называвших нас глупыми и бессмысленными, если, наконец, ни любовь дорогой супруги, ни малых детей не убедили нас дорожить этой жизнью, если, напротив, отрешившись от всех земных благ, мы вполне предались Богу и жизни от Него исходящей, только тогда мы достигли высшего совершенства, высшей степени мученичества. Да, любовь к родным была одним из величайших испытаний для мучеников. Мученики церкви не были людьми, заглушившими в себе все человеческое в угоду любимой идее. Но мученикам приходилось разрывать самые близкие узы родства, как скоро они становились в противоречии с высшим законом человеческой совести. На этот раз последователи Христа должны были представить своим поведением и выразить истину слов Господа. «Если кто идет за мною и не возненавидит отца свою и мать, и жену, и детей, и братьев, и сестры, и самой жизни не может быть моим учеником». Вот перед нами глубоко трогательное зрелище. В темнице к дочери является престарелый отец. Перепитуя должна вынести сильнейшее испытание. Отец истерзался от душевных мук. Он уже не приказывает, нет, он просит, умоляет. Наконец бросается на колени перед дочерью. Дитя мое, умилосердись над моей сединой, пожалей своего отца, если я еще достоин этого имени. Вспомни, как я носил тебя на руках своих, как люлеял тебя, пока ты не расцвела, как майский цвет, как и всегда предпочитал тебя твоим братьям. Не сделай меня предметом поругания. Посмотри на свою мать, братьев, сына, которому не жить без тебя. Не делай нас несчастными. И несчастный отец снова бросается перед дочерью, называет ее своей царицей, госпожою, снова целует и обливает слезами ее руки. С невыразимой тоской смотрит мученица на отца. На луч решимости, покорности воли Божией снова блестит во взоре. Батюшка, все случится по воле Божией. Наша жизнь не в нашей власти. Мы все в руке Божией. Открывается суд на заключенном, является проконсул. Кругом громадная толпа окружает свои жертвы, как бы сторожит их, опасаясь, чтобы они не исчезли из ее кровожадных рук. Наступает решительная минута. Отец с младенцем на руках протискивается сквозь толпу и снова является перед дочерью. «Пожалей своего ребенка!» восклицает он раздирающим душу голосом. Но тут не место для родственных увещаний. Заключенная перед лицом власти. Проконсул дает знак, и солдаты палками гонят несчастного отца с его внуком. «Скорбью пронзилось мое сердце», — пишет перепитуя, «как будто мне самой наносили удар, мне больно было видеть несчастного старца». Теперь прокуратор обращается к мученице. «Пощади седину отца! Жалься над своим ребенком! Принеси жертву Цезарю!» «Ни за что на свете!» «Итак, ты христианка!» «Да, я христианка!» Вот сущность допроса. Больше ничего не нужно. Ответ получен утвердительный, преступление доказано. Теперь должен состояться приговор. Перепитуя была приговорена на съедение диким зверям в ближайшие праздники. По старинному обычаю тем, которые осуждены были на съедение зверей, накануне смерти готовили пиршество. Еще один раз, последний раз в жизни, они могли воспользоваться свободой и насладиться дарами жизни. Перепитуя ее осужденные товарищи по темничному заключению, мужчины и женщины отправляли вечерю любви Агапу и своды мрачной темницы оглашались гимнами в честь Христа. Наконец настал последний день. Но христиане отправились из темницы как будто не на смертную казнь, но на небо. С таким спокойствием и достоинством шли они из темницы к амфитеатру. И хотя они дрожали, но не от страха, а от восхищения. Когда они приблизились к воротам, хотели принудить их надеть другие платья на мужчин красные мантии жрецов Сатурна, на женщин белые повязки жрец Цереры. Это были остатки кровавого пунического культового Алла. Но перепитуя от лица всех остальных восстало против этого. Мы добровольно пришли сюда не для того, чтобы быть лишенными своей свободы. Мы своей жизнью жертвуем для того, чтобы не испытывать ничего подобного. Войдя в амфитеатр, осужденные обратились к народу и указывали на суд Божий. Раздраженный этим народ потребовал, чтобы их бичевали. И это кровожадное требование было исполнено, но страдальцы радовались, что Господь удостоил их от этой чести своих страданий, части. Мужчина дали на сиденье леопардов, медведей и диких зверей. Перепитуя ее, подруга Фелицитата, должны были подвергнуться растерзанию от дикой коровы. С них сняли их платье и надели сеть. Но их стыдливость произвела впечатление даже на эту толпу, сошедшуюся для кровавого зрелища. На них снова надели одежду. При первом ударе животного перепитуя упала навзничь. Но так как более всего она опасалась, чтобы не раскрылось ее платье, то поспешила закрыться, думая более о целомудрии, чем о муках. Она старалась завязать и прибрать свои волосы. Ей не хотелось страдать с распущенными волосами. Это знак печали, а не радости и торжества. Потом она поднялась, подошла к своей подруге по страданиям Фелицитати, подала ей руку. И обе вновь стояли твердо и спокойно. Толпа увидела себя побежденной. И обе подвижницы были отведены назад из амфитеатра. Здесь принял перепитуе в свои объятия один из оглашаемых хрустик. Она приходила в сознание как бы после самого глубокого сна. Потом к великому удивлению присутствовавших спросила, когда ее поставят против дикой коровы. И когда ей сказали, что это уже было, она не хотела верить, пока не увидела следов на своем теле и одежде. Затем, обратясь к присутствующим, произнесав следующие слова. «Будьте тверды в вере, любите друг друга. Наши страдания да не устрашают вас». По обыкновению гладиаторы убивали тех, которые оставались живыми после зверей. Перепитуя должен был убить молодой, еще неопытный гладиатор. Рука гладиатора, делая непривычное движение, дрогнула. Его меч дал промах. Тогда мученица сама помогла юноше нанести себе смертельный удар. Смерть перепитуя представляет образец христианской кончины, замечательной по той широте земных, житейских отношений, какие она обнимала собою. В лице этой мученицы расставалась жизнь и молодость, мать, дочь, счастливая гражданка, наконец, женщина, которой улыбались всевозможные земные радости. Сколько поводов заключалось во всем этом к сетованию, к жалобам на судьбу, к ужасу перед преждевременной смертью. Но перепитуя ни разу не пожалела о жизни. И это происходило не из равнодушия к бедствию или какого-нибудь отвлеченного философского вдохновения. Нет. Своим отношением к сыну и отцу она показала, что ей были вполне свойственны нежные чувства матери, дочери и, наконец, вообще мягкие стороны человеческой природы. Разгадка ее спокойной, даже радостной кончины заключается в том, что она была христианкой, то есть носила в себе божественную благодать и умирала с верой в Бога и надеждой на бесконечное блаженство в загробной жизни. Странник. 1894 год. Самобытность. Независимость от философии. Христианского догмата о бессмертии души. Было бы безумием серьезно думать, что то немногое, слабое и колеблющееся, что сказал грешеский философ Платон о душе, и в истине, чего прежде всего усомнился он сам, могло лечь в основу великого христианского учения о бессмертии души, как некоторые думают. Что даровало человечеству христианство своим учением о бессмертии? Господь силой своего могущества сотворил человека, состоящим из души и тела, и предназначил его к бессмертию. Человек сотворен свободным, вследствие чего он ответственен за свои поступки. Злоупотреблив своей свободой, человек пал и тем исказил свою природу, вследствие чего была смерть, сделавшаяся общим достоянием всего живущего. По закону смерти тело разрушается, разлагаясь на свои составные части и обращается во власть земных стихий. Душа же продолжает свое бытие, оставаясь сама собою, сохраняя свою личность и самосознание, и в этом лежит ее бессмертие. Душа бессмертна не по природе своей, потому что един есть имеющий бессмертие Господь, 1 Тимофея 6,16, но по милости и благости Божией душа не есть жизнь, но только причастна жизни до тех пор, пока угодно это Господу. разлучение души от тела, причиняемое смерти, есть временное. В последний день мира тело, умершее и разрушившееся, восстанет из праха и соединится с своей душою. Чудо воскресения тела совершится Господом Иисусом Христом, только Его всемогущие силы и божественные, которые совершены и Его собственное во плоти из мертвых воскресения. Животворящее действие воскресения прострется на всех умерших праведников и неправедников. Коснется оно и тех, которых пришествие Господа застанет в живых. В этих последних оно обнаружится особенным изменением их телесного организма. По существу своему и основным элементам воскресения тела будут те же самые, которые жили на земле, в свойствах же своих и состоянии своем будут отличнейшие и превосходнейшие, соответствующие духовной природе человека. По мере нравственного совершенства людей и тела воскресшие будут различны по своему достоинству. Цель воскресения есть требование высочайшей справедливости и правды. Так как тело есть существенная половина человеческого состава, то необходимо, чтобы оно разделило последнюю судьбу человека. Итак, если душа будет наслаждаться блаженством за добрые дела, то необходимо, чтобы и тело разделяло с ней это блаженство. Если же душа осудится на вечное мучение за злые дела, и тело должно участвовать в нем. Ссылка Существенные моменты христианского учения о бессмертии души воскресения мертвых призваны нами по руководству. Догматическое богословие Православной Кафолической Восточной Церкви Архимандрита Антония Премудрость и благость Божия в судьбах мира и человека о конечных причинах Голубинского Ф.А. Третье дополненное издание опыт православного догматического богословия епископа Сильвестр На основании изложенных выше положений мы имеем право сделать такие заключения. Христианское учение о бессмертии не есть естественная эволюция учения языческой философии и в частности платонизма. Христианское учение о бессмертии есть истина Бога откровенная во всей полноте своя открытая самим Господом. Доказательства этих положений следующие. В христианском учении есть моменты существенно новые, которых нельзя вывести генетическим путем из предшествующих стадий развития, потому что они отрицают собой то, что им предшествовало. Сюда относится мысль о творчестве Божества, создавшего все из ничего могуществом силы своей, тогда как в языческом мировоззрении мир совечен Богу, или что то же самое мир есть тот же Бог. Душа человеческая, как и весь мир, сотворена Богом из ничего и потому имеет начало своего бытия. Человек создан состоящим из души и тела, которое в своем дивном союзе составляет единая нравственно-разумная чувственно-духовная личность при самом сотворении своем назначенную Господом к блаженству и бессмертию, тогда как в системе платонизма душа человека одна существует от вечности, тело же дается ей случайно-временно в виде особого наказания. По учению христианскому душа человеческая наследует бессмертие не в силу своей безначальной природы, но по милости и благости Божией, потому что один только есть имеющий бессмертие Господь. В языческом же мировоззрении души бессмертны по самой природе своей, как безначальные. По учению христианскому человеческое тело вновь соединится со своей душою и восстанет для жизни вечной и бессмертной, смотря по заслугам человека. По взгляду же языческому тело умрет навеки, по крайней мере в том виде, в каком оно существовало. По учению христианскому душа человека после смерти тела сохраняет свою личность и самосознание. Таково же предстанет она и на суде и войдет в жизнь вечную. В системе же платонизма нет места понятию о личности и индивидуальности. И бессмертие, какое обещает он, не есть бессмертие личной индивидуальной души, а бессмертие рода, бессмертие души мира, ибо человеческая душа есть искра мировой души. Итак, христианское учение о бессмертии, как не имеющее для себя почву в предшествующих стадиях развития, есть дар Божий, дело сверхъестественного божественного откровения. Христианское учение о бессмертии есть сверхъестественное богооткровенное учение. Это видно еще из того высокого благотворного влияния, какое оказывает оно на человека. Все силы человеческого духа находят в этом учении полное удовлетворение и успокоение. Его нравственное чувство удовлетворено обетованием полного и справедливейшего воздаяния, нелицеприятного и совершеннейшего. Его сердце обещано созерцание красоты совершеннейшей, перед которой бледнеют радости земной жизни. Уму человека обещано знание всеобъемлющее, ведение самой истины полное и непосредственное, всему самосознанию человека как существа духовного и чувственного, как индивидуальной личности, свободной среди других и отличной от всех других, для которой дорого все родное, свое, отличительное, выработанное собственной самодеятельностью, усилиями своей воли и затратой лучших сил, обетовано сохранение индивидуальности и личности, со всеми дорогими для нее задатками и стремлениями. Краткий критический разбор возражений неверующих против истины бессмертия души. Первичное основание для верования в человека в бессмертие души, новейшая анимистическая гипотеза во главе со Стенсером, указывает в том, что наружный вид умерших людей, а также их духовной физиономии, их характер, их образ жизни и деятельности сохраняются в представлении и воспоминании живых людей, близких к умершим. По временам же, как, например, во сне, умершие являются перед нами со всей определенностью живых существ. Это именно под предположением названной гипотезы и послужило начальной основой для того верования, что душа человеческая бессмертность. Но при всей кажущейся психологической естественности гипотеза эта страдает, однако, несущественным недостатком. Существенным недостатком в том отношении, что ей не объясняется первоначальное происхождение самого понятия о существовании в нас души, как субстанции отличной и отдельной от тела. Такое понятие о душе не дается нам образами умерших людей. Представляем ли мы себе их наяву или видим их во сне? Как наяву, так и во сне мы не видим собственно душ умерших людей. В воспоминаниях наших об умерших и в наших сновидениях воображение наше воспроизводит конкретные образы живших некогда людей в их телесном виде, но отнюдь не их души. Следовательно, представления живых людей об умерших сами по себе не могли еще дать первым твердой точке опоры для веры в бессмертие души. Для того, чтобы прийти к мысли о том, что во время сновидений, в которых нам представляется образ умерших людей, мы имеем общение именно с их душами, надо предварительно иметь уже понятие о душе, как о чем-то особенном, отличном от тела. Только имея это понятие, мы можем толковать явление нам покойников во сне, в смысле явление нам их душ, и делать отсюда дальнейшее заключение о бессмертии и неразрушимости души. Без этого уже никакие сновидения не могли бы привести людей к вере в бессмертное назначение души, и тем более не могли бы сделать эту веру всеобщим, твердым и непоколебимым убеждением человечества. Ежедневный опыт каждого удостоверяет, что сон есть сон, а не действительность. Если даже допустить, невероятно, что в первобытном младенческом состоянии простоты и неведения человек еще не догадывался, что сон отличается от действительности, то никак уже нельзя согласиться, что и при большей зрелости мысли человек продолжает оставаться в этом заблуждении и сохранять понятия, добытые посредством ложного толкования снов. А между тем понятия бессмертия души есть понятия не одних необразованных или диких племен, но и высоко развитых в умственном отношении народов. Отсюда необходимо заключить, что оно произошло из более прочных и твердых основ, чем смутная и шаткая область сонных грез и мечтаний. Основы эти заключаются в самопознании, в религии врожденных человеческому духу. Человек, как есть полное основание утверждать, всегда, как и ныне, чувствовал в себе единое внутреннее начало, управляющее разнообразными движениями его тела. Если не в форме ясного понятия, то в форме непосредственного ощущения первобытной человек должен был чувствовать и смутно сознавать невидимое начало, живущие в видимой материальной оболочке, то есть в его теле. Отсюда естественно произошло убеждение, что кроме тела человек имеет душу, сущность отличную от тела. Убеждение это есть естественный плод личного самосознания человека. Дикие народы представляют себе душу в виде тени, в виде пара и по другими более или менее конкретными образами, но во всяком случае отличает ее от тела как нечто гораздо более тонкое и эфироподобное. Отсюда естественно произошло то воззрение, что когда тело лишается оживляющего его внутреннего начала, то это начало не разрушается подобно телу и не превращается в ничто, но отделяется от тела и в виде легкой тени отлетает в неизвестную область. Отсюда и то представление, что душ умерших могут являться живым людям во время сна. Представление это составляет последствия того убеждения, что у человека есть бессмертная душа, но не причину породившую это самое убеждение. Уже один тот факт, что вера в бессмертие человеческой души у всех народов самым тесным образом соединяется с религией и составляет существенную составную часть почти всех исторически известных религий, указывает на то, что не только в самосознании вообще, но именно в религиозном сознании человека скрывается самый глубокий корень идеи бессмертия. Идея эта не без основания признается более глубокими мыслителями Патоном, Декартом и другими, врожденной человеческому духу. По крайней мере, нельзя не признать, что она возникает из глубочайших, неоспоримо врожденных человеческому духу способностей и самосознания, и религиозного чувства. Религиозное убеждение, что союз, соединяющий человека с Богом, не может расторгнуться и уничтожиться по смерти человека, но есть вечный союз, который должен продолжаться всегда, составляет самый вдохновляющий догмат религии, без которого она не имела бы жизненной силы. Вера в бессмертие есть одно из исконных верований в человеческом роде. Она также древняя, как сам человек и его религия. Эта вера справедливо замечает один из древних философов. существует с первобытных времен. И мы также мало знаем о времени ее происхождения, как и о том, кто первый пришел к мысли о бессмертии. Вера эта сохраняется в человеческом роде с незапамятного времени. Аристотелю Путарха Другие мыслители оспаривают самый факт всеобщности веры в бессмертие. Но оспаривать факт всеобщности веры в бессмертие очень трудно. Нет ни одной религии, которая не включала бы веру в бессмертие в общую систему верований. Нет племени, даже самого грубого, у которого не проявилась бы она в той или другой форме. Если указывают на некоторых дикарей, не имевших якобы такой веры, то эти указания делаются обыкновенно на основании одних поверхностных наблюдений со стороны путешественников, вот что пишет Людвиг Коро по этому поводу. Рассказы путешественников, откуда почерпаются эти сведения, очень иногда сомнительны. Если не вполне верными оказывается их описание орудий, жилищ, обычаев, племенных особенностей и произведений местности, то как осторожно должны мы принимать свидетельства о религиозном и моральном состоянии племен, посещаемых ими. Эти идеи очень смутны и неясны в самых душах их, да и высказываются они ими на самых бедных и неразвитых наречиях, а на языке неразвитом трудно выражается истина отвлеченная, как бы просто они нам не казались. Притом большая часть дикарей не любит, когда их спрашивают об их убеждениях. Кажется, своеверные мнения диких для них делаются более страшными, когда они выражают их словами, а вместе с тем они боятся, чтобы насмешки белых людей не коснулись верований, которыми они дорожат всего более. Часть вторая Явление душевной жизни во сне Глава первая Жизнь души во сне Могут ли души разумно сообщаться между собой во время сна? Наука редко отважилась вторгаться в таинственной области сновидений. Принято думать, что вполне здоровый сон никогда сновидениями не сопровождается. Когда же мы видим сны, то это согласно общепринятому мнению служит симптомом какого-нибудь физического расстройства. Печень наша, когда она удаляется от своей нормальной функции, вторгаясь в область сновидений, ей законно неподлежащую делается и поэтом, и оратором, и любовником, даже государственным человеком. Недоваренные овощи слишком поздний ужин, ни свежий кусок мяса могут выпустить на волю этот орган, что и обусловит фантасмагорию сновидений. Но есть еще другой взгляд на данный предмет, которому наука не доверяет, даже не берется его анализировать. Никакое органическое расстройство не могло дать Кандарсе во время его сна ключа к решению трудной задачи, не дававшейся ему в часы бодрствования. Затрудненное пищеварение могло бы, пожалуй, породить воображение тортини звуки доу-санаты. Но ни в каком случае не внушило бы математику чего-нибудь нового в дифференциальном счислении. Если даже неправильное пищеварение владеет неограниченными поэтическими возможностями для спящего ума, то оно презирает во всяком случае область точного мышления и не способно в ней действовать. Сэр Бенджамин Броди, психологические исследования которого представляют очень интересный и полезный вклад в науку, с принятым на сновидение точки зрения, считает слишком опрометчивым отвергать а в приоре всякую возможность иной функции сна, кроме общеизвестной.